В нашем уме нет вычитания и деления. Есть только сложение и умножение. Я просто избавлюсь от негативных мыслей, и у меня останутся только позитивные мысли. Желаю вам удачи. Это не сработает. Просто нужно уделить немного внимания тому, как это работает. Вы увидите, что есть различия между тем, кем вы являетесь, и тем, что вы накопили. Вопрос построен таким образом, а также обычно люди думают, что есть нечто, что называется негативными мыслями и позитивными мыслями. Они хотят убрать негативные мысли и оставить только позитивные. Таких людей я бы попросил провести небольшой эксперимент. Всего 10-15 секунд. Пусть они силой избавятся от одной мысли в своем уме. Например, в следующие 10 секунд не думайте об обезьянах. Постарайтесь не думать об обезьянах в течение следующих 10 секунд. Вы увидите, ваше воображение будет переполнено обезьянами. Я хочу сказать, что такова природа вашего ума, потому что в этом уме все три педали — это газ. Нет ни тормоза, ни сцепления. Чтобы вы не выжимали, вы лишь будете двигаться быстрее. И при наличии такого ума духовные наставники и религиозные учителя говорят, «Не думайте о плохих вещах». Что ж, с тех пор это стало работой на полный день. Так что с умом невозможно справиться таким образом. Это не требует какого-то великого просветления. Если вы проведете две минуты с закрытыми глазами, вы поймете, что с этим умом ничего нельзя сделать через силу. Итак, я хочу убрать негативные мысли. Никогда не идите в таком направлении, потому что то, что вы хотите убрать, станет вашим качеством. Вы всегда будете поглощены этим. Тогда что же мне делать? Без понимания фундаментального принципа функционирования этого ума, потому что наш ум, человеческий ум — самый сложно устроенный компьютер на планете. Все суперкомпьютеры были разработаны им. Когда дело обстоит таким образом, разве не важно, чтобы мы понимали механизмы его функционирования? Один простой аспект его функционирования — в нашем сознании нет вычитания и деления. Есть только сложение и умножение. Если вы попытаетесь что-нибудь с ним сделать, он скажет «Добавлю еще». Если вы будете стараться изо всех сил, он только будет приумножать это. Не пытайтесь определить, что в этом уме является положительным, а что — отрицательным, и не пытайтесь устранить это. Прежде всего, необходимо понять, что ваш ум, ваше тело, должны служить вам. Жизнь, которой вы являетесь, важна. Тело и ум — это механизмы, которые должны служить нам. Если вы сидите в автомобиле, он должен ехать куда хотите вы. Если он едет куда сам захочет, в чем смысл такого транспортного средства? Это просто помеха. Сейчас большинство людей, к сожалению, ошибочно ощущают эту фантастическую возможность человеческого ума как помеху, как нечто, создающее проблемы. Но это самое прекрасное, что у вас есть. Просто вам нужно уделить немного больше внимания тому, как это работает. Одна простая вещь, первый и самый главный процесс — вот почему мы запустили процесс под названием «Ишикрия». Это метод, который помогает дистанцироваться от физиологических и психологических процессов. Существует нечто, что мы называем «вы». Это не сплетение ваших мыслей и эмоций и физиологических процессов. За пределами всего этого существуете вы. Если вы закроете глаза, даже если вы ничего не будете видеть, вы все равно продолжите существовать. Вы смотрите на внешний мир именно через окна своих глаз. Но если вы закроете глаза, это не значит, что вы прекратите существовать. Вы по-прежнему существуете, так что вы существуете за пределами ваших мыслей, эмоций. Так что жизнь, которой вы являетесь, должна войти в ваш опыт, в ваши переживания. Почему вы не позволяете этому стать частью своего опыта? А это является наиболее значимым аспектом того, кем вы являетесь. Наиболее значимый аспект того, кем вы являетесь сейчас — это то, что мы с вами сейчас живы. Вот и все, что я думаю, что вы думаете — это не важно. Мы живы прямо сейчас. Вот что важно. Поэтому важно, чтобы вы сосредоточились на этом фундаментальном чувстве жизни внутри вас. И тогда вы увидите, что естественным образом появится дистанция между вами и вашим мыслительным процессом. Как только появляется дистанция между вашим психологическим и физиологическим процессом — это конец страданиям. Потому что люди переживают только два вида страданий — физические и умственные. Как только вы создаете небольшое пространство между собой и своим умом, собой и своим телом — это конец страданиям. Это то, что должен почувствовать и осознать каждый человек. В противном случае, если вы будете думать, я просто избавлюсь от негативных мыслей, и у меня останутся только позитивные мысли, удачи — это не сработает. Это сто процентов не сработает. Потому что никто не может избавиться от своих мыслей. Их можно только избегать какое-то время. Поэтому, когда приходят негативные мысли, вы произносите «рам-рам», «шива-шива», что угодно. Но это просто избегание. Мысли не исчезают. Как только вы прекращаете, они возвращаются с большей силой. В противном случае, они появятся в ваших снах. Так что это очень важно. Прежде всего, вы должны понять — гнев, обида, страх, беспокойство — негатив, который формируется внутри вас. Как правило, обида и гнев всегда направлены на кого-то. Но мы должны понять, что это яд, который пьем мы, и ожидаем, что умрет кто-то другой. К счастью в жизни это так не работает. Если я выпью яд, то умру я. Если я пью яд, вы не умираете. Итак, нам необходимо понять это. Когда я говорю «яд», сегодня вы можете провести химический анализ. Сделайте анализ крови прямо сейчас, сильно разозлитесь на пять минут, снова сделайте анализ крови, и вы увидите, что в нем будет много отрицательных элементов. Вы буквально отравляете сами себя. Вы хотите отравлять сами себя? Определенно — нет. Сам вопрос исходит от определенной беспомощности — что же мне делать? Ничего не делайте. Просто сядьте и сосредоточьтесь на чем-то, что является жизненным процессом. Это может быть сердцебиение, дыхание, может быть просто ощущение, что вы живы. В зависимости от того, насколько вы чувствительны и восприимчивы, соответственно, найдите что-то. Это может быть ощущение в теле, дыхание, сердцебиение. Это может быть все, что угодно. Что-то, что указывает на жизнь внутри вас. Просто сконцентрируйте свое внимание на этом на какое-то время. Постепенно вы увидите, что существует различие между тем, кем являетесь вы, и тем, что вы накопили, включая ваши физиологические и психологические возможности или проблемы, в зависимости от того, что вы с ними сделали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok